Всем привет! Очередной совет по разработке игр. Научите игрока играть в вашу игру. Как только вы введете игровую механику, например такую как прыжки, убедитесь, что игрок может использовать ее для дальнейшего прогресса. Дайте ему некоторое время и проверьте способность игрока использовать эту механику. Подумайте о том, как игрок мог бы использовать механику прыжков для решения проблем или для преодоления препятствий. Эти шаги являются признаком хорошего игрового дизайна и гарантируют, что игрок будет понимать и помнить, как использовать механику прыжков. Например, Super Mario Bros. сначала учит игрока механике прыжков. Он делает это, показывая игроку, что не могут ударить по кирпичам и преодолеть ямы. Позже механика прыжка тестируется, заставляя игрока прыгать на маленьких гумбас. Это первый тип врага в игре. Наконец, игрока учат использовать механику прыжка, используя двойной прыжок, чтобы победить черепах, также известных как Копа Трупас. К тому времени игрок уже хорошо понимает, что можно сделать в игре с помощью кнопки прыжка. Научить игрока играть в свою игру чрезвычайно важно. А обучение игрока никогда не нужно опускать при проектировании игры. Неправильное понимание механики и возможностей игры могут привести к отличным от ожидаемых вами результатам. Не учите слишком многому за короткий промежуток времени. Игроки хотят играться и развлекаться, а не постигать в первые минуты все возможности игры. Научив чему-то игрока, дайте ему время усвоить информацию. Не переходите сразу к следующему уроку, иначе это заставит игроков чувствовать себя некомфортно. Покажите игроку преимущество того, чему вы его только что научили. Нет ничего хуже, чем пытаться обучить игрока тому, что он уже знает, или тому, о чем он уже догадывается. Дайте возможность игрокам пропустить эти моменты. Самопознание и самореализация значат для игрока гораздо больше, чем все, что вы скажете. Сделайте так, чтобы это произошло как можно проще. Это часть умения хорошего учителя. Создавать учебное пособие ограничивающим образом, позволяющим играть в игру только в соответствии с вашим планом урока, глупо, не делайте этого. Не пытайтесь быть учителем, а лучше стремитесь быть помощником или товарищем, который помогает направлять в нужное русло. И игроки сами ненавязчиво будут обучаться в вашей игре. Не давайте ответы перед вопросами. Звучит просто, не правда ли? Но если люди не задавали вопросы, они не увидят релевантности ваших ответов. Другими словами, познакомьте их с проблемой, прежде чем давать им решение. Помните, игроки оказывают именно вам услугу, желая научиться играть в вашу игру. Поэтому проявите к ним некоторое уважение. Есть разные способы того, как обучать игроков. Все зависит от вашей игры. Один из отличных способов обучить чему-то новому, это создавать для этого специальные уровни. На таких уровнях решение чего-то возможно только одним способом. И это использование той механики, с которой игрок еще не сталкивался. И игрок по мере прохождения уровня сможет сам догадаться или же сделать это после небольшой подсказки. Нужно обратить внимание, что эти специальные уровни не обучающие. Это обычные уровни, спроектированные так, что они учат чему-то новому игроку. К примеру, вы разрабатываете платформер, и вам нужно обучить игрока тому, что можно прыгать вверх по стенам. Игра дает игроку уровень с высокой стеной, где нет другого способа ее преодолеть, как прыгать вверх по стене. Решение должно быть очевидное, и игрок должен немного подумать и попробовать решить эту задачу. И здесь нет непонятных диалоговых окон для обучения, которые игрок может проигнорировать. Или он может быть недоволен этими обучениями. Более того, игрок получает больше удовольствия от такого способа обучения. Ему легче запомнить этот навык, потому что он должен был подумать о нем. В то время как большинство людей просто пропустят переданный текст в режиме обучения на обучающих уровнях. И полностью, или просто его полностью забудут. И поэтому могут в конечном итоге разочароваться на более позднем уровне. И как это часто бывает, они обычно обвиняют разработчиков в том, что разработчики не говорят, что им делать. Такой способ обучения гораздо лучше обучающих текстов и непонятных диалоговых окон. Ну, а на сегодня все. Хочу добавить, что все советы, которые будут, а их будет по идее много, вряд ли вы сможете применить к одной конкретной игре. Нужно всегда думать головой и применять конкретные советы к конкретным типам игр. Но если вы сможете все советы применить к одной игре, я думаю, у вас получится крутая игра, которая будет очень сбалансирована и интересная. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь, это очень и очень важно. Нажимайте колокольчик, нажимайте лайки, пишите там всякие комментарии, оформляйте подписку спонсорскую. Можно помогать по-другому финансово. Репостите видео, ну и все такое. Это все очень важно. Ну, а теперь все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.